Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня в рубрике «Английский под микроскопом» мы разберём короткий отрывок из книги «Власть привычки» американского писателя и журналиста Чарльза Дахига. Напоминаю, суть этой рубрики не в том, чтобы перевести текст, а в том, чтобы подробно разобрать все трудности, которые в него входят — лексические, грамматические, фонетические. «Власть привычки» — это книга о том, откуда берутся привычки, как они нами управляют и как мы можем ими управлять. Несмотря на то, что автор часто опирается и ссылается на научные работы, книга в целом написана относительно несложным языком. Сейчас сами всё увидите. Итак, мы разбираем короткий отрывок из самого начала книги, из пролога. Автор рассказывает о женщине, у которой в прошлом были серьёзные проблемы со здоровьем, вредные привычки и проблемы с финансами. Это довольно большой текст, давайте рассмотрим его предложение за предложением. Она была самой любимой участницей учёных, имеется в виду участницей исследования. Существительное «participant» значит «участник» от глагола «to participate» — «участвовать» или «take part». То же самое, что и «participate». Например, «She doesn't participate in any of our events» — «она не участвует ни в каких наших мероприятиях». Вместо «participate» можно сказать «take part» — «she doesn't take part» и так далее. Обратите внимание на слово «scientist». Здесь оно используется, во-первых, во множительном числе, во-вторых, в притяжательном падеже. Участницы и кого? Учёных. Поэтому здесь апостроф в конце слова — признак притяжательного падежа. Вы можете спросить, чем это слово по произношению отличается от просто «scientist», «учёный» — «е» — «не в притяжательном падеже». Ничем не отличается. Разницу понять можно только по написанию или из контекста. Следующее предложение, в котором говорится об этой участнице исследования. Её зовут Лиза Эллен. Лиза Эллен, according to her file, was 34 years old, had started smoking and drinking when she was 16, and had struggled with obesity for most of her life. Лиза Эллен, according to her file, according to — значит в соответствии с чем-то или с кем-то. Например, according to our records, you still owe me $100. В соответствии с нашими записями вы ещё должны мне $100. Файл — это может быть документ или файл на компьютере, но в данном случае это записи о человеке, то есть личное дело. Личное дело не в значении «personal business», конечно, это моё личное дело, а личное дело в значении «досье». Так вот, Лиза Эллен в соответствии с её личным делом, а дальше идёт такая длинная часть предложения. Эта большая часть предложения, она не такая уж и сложная, если разделить её на отрезки. Лиза Эллен в этом большом предложении — это подлежащее, действующее лицо предложения. А дальше, то, что выделено красным, идут три сказуемых, три однородных сказуемых. Первое. Was 34 years old. Лизе Эллен было 34 года. Второе сказуемое. Had started smoking and drinking when she was 16. Начала курить и выпивать, когда ей было 16 лет. И третье сказуемое. And had struggled with obesity for most of her life. И боролась с ожирением большую часть своей жизни. Вы можете спросить, почему первый глагол используется в форме past simple, а второй и третий в форме past perfect. Ну, past perfect, вы, наверное, помните, это, скажем так, позапрошлое время в английском языке, то есть действие, которое произошло до другого действия в прошлом. Поскольку в этой книге, как и в большинстве художественных и нон-фикшн книг, повествование ведется в прошедшем времени, в past perfect выражаются какие-то действия, которые произошли заметно до того временного пласта, о котором идет повествование. То есть повествование идет о том моменте, когда Лиза Эллен сидит перед учеными. А то, что она начала курить и пить, когда ей было 16 лет и боролась с ожирением всю жизнь, это прошлое по отношению к этому моменту. Поэтому оно выражено в форме past perfect. Я думаю, в этих кусочках предложения под номером 1 и номер 2 ничего сложного нет, комментировать там нечего. Но давайте рассмотрим некоторые слова из третьей части. Глагол struggle значит бороться. Это может быть как физическая борьба, но обычная борьба в переносном значении. I struggle with depression. Я борюсь с депрессией. Есть еще такое интересное выражение to struggle to do something. Значит делать что-то с трудом. Например, I'm struggling to understand his accent. Я с трудом понимаю его акцент. Obesity, как я говорил уже, это ожирение. Медицинский термин. Теперь разберем все предложения. Лизе Эллен, в соответствии с ее личным делом, было 34 года. Она начала курить и выпивать, когда ей было 16, и всю жизнь, и большую часть жизни боролась с ожирением. At one point, значит в какой-то момент. In her mid-twenties, значит когда ей было примерно около 25 лет. В английском есть выражение, которое используется для приблизительного обозначения возраста. Например, she is in her twenties. Буквально это значит, что она в своих двадцатых годах. По-русски мы, конечно, так не говорим. Это значит, что ей от 20 до 30 лет. То есть 20, 29 лет. 30 это уже будет thirties. Другое выражение. She is in her early twenties. Она в своих ранних двадцатых, то есть ей 20 с небольшим, скажем мы по-русски. То есть где-то 20-23, примерно так. She is in her late twenties. Она в своих поздних двадцатых, то есть ей по 30, вот так бы мы по-русски сказали. То есть где-то лет так 27-29. А когда мы говорим she is in her mid-twenties, мы имеем в виду середину вот этого промежутка, этого десятилетия. То есть ей где-то 24-26 лет. Иначе говоря, около 25. Эти выражения часто используются, когда говорят о возрасте каких-нибудь третьих лиц. How old is he? Сколько ему лет? I don't know. He is in his late forties. Я не знаю, ему где-то под 50. Late forties это значит где-то лет 48-49, где-то так. То есть в какой-то момент, когда я был лет 25, collection agencies. Collection agencies это коллекторские агентства. Я думаю, все знают, что это такое. Надеюсь, не из собственного опыта. To collect, глагол to collect имеет несколько значений. Вот некоторые из них. Во-первых, это коллекционировать, то есть коллекционировать марки, монетки. Во-вторых, и это второе значение, много кто не знает, это забрать кого-то откуда-то. Я приведу пример попозже. В-третьих, это взимать плату, забирать долги, собирать деньги. Не обязательно долги, там может быть благотворительность, например. Приведу примеры. Пример первого значения. I collect coins. Я коллекционирую монеты. Пример второго значения. She collected her daughter from school. Она забрала дочь со школы. Да, она не сколлекционировала дочь, она ее забрала. Это такой яркий пример, как можно слово collect использовать в значении забрать кого-то откуда-то. Один из типичных случаев это забрать ребенка со школы. Третий пример. If you owe a lot of money, someone will surely come to collect. Если вы задолжали много денег, кто-нибудь обязательно придет забрать долг. Здесь collect имеется в виду забрать долг. Так вот, что там делали коллекторские агентства? We are hounding her to recover ten thousand dollars in debts. Hound это гонщая собака, охотничая. А глагол to hound somebody значит преследовать кого-то очень настойчиво. To recover это восстановить или вернуть. Ну, в данном случае имеется в виду вернуть долг. Police only recover a small percentage of stolen goods. Полиция возвращает лишь очень малый процент украденных товаров. Кстати, вы, может, обратили внимание, что здесь слово recover, а не recovers. Хотя слово police, оно вроде бы как в форме единственного числа. То есть, глагол recover должен быть в форме recovers. Но он стоит в форме множественного числа, без окончания s, потому что police обычно в английском имеет значение множественного числа. Хотя имеет, хотя выглядит как единственное. Но под словом police обычно подразумевается именно множественное число. Такой небольшой нюансик. Обратите внимание на слово debt, долг. Оно произносится без буквы B. Звук B здесь не присутствует. Debt. Не debt, а debt. 10,000 dollars in debts значит долг в 10,000 долларов. Коллекторские агентства преследовали ее, чтобы вернуть 10,000 долларов. В общем, в какой-то момент, когда ей было 25 лет, коллекторские агентства преследовали ее, чтобы забрать долг в 10,000 долларов. An old resume listed her longest job as lasting less than a year. В старом резюме ее работа, ее самая долгая работа длилась не дольше года. Resume значит резюме. Обратите внимание на то, как это слово пишется и произносится. Есть два варианта произношения. Это британский резюме. Там присутствует звук Е в середине. И американский резюме без звука Е в середине. Звучат они очень похоже. Если человек говорит быстро, вы можете не почувствовать разницы. Резюме. Во-вторых, обратите внимание, как это слово пишется. В нем присутствует вот эта французская буква и французский вариант буквы английской И с диакритическим знаком, с этой черточкой. Эта буква встречается в заимствованных словах и часто эти слова произносятся как-нибудь по-особенному, на иностранный манер, как резюме, немножко на французский манер. Другой пример это слово кафе или кэфэ. Кэфэ это британский вариант, а кэфэ это американский вариант. Есть существительное лист, это значит список. Иногда по ошибке слово лист переводят как лист, то есть лист бумаги. Но лист бумаги это piece of paper или sheet of paper. Лист это список. Есть глагол to list, это значит перечислять что-то в списке. То есть, an old resume listed, значит старое резюме перечисляло, назвало списки. Её самую долгую работу, как длившуюся меньше года. Союз S это многозначный союз, он используется в разных значениях, но здесь он используется в значении как, то есть в качестве, в роли чего-то. Например, Я знаю её как актрису, но она ещё и певица. Вот в этом как значение. Lasting less than a year. Lasting это от слова last, от глагола last, длиться. Например, Nothing lasts forever. Ничто не длится вечно. Lasting less than a year, значит длящийся менее года. Старое резюме перечисляло её самую долгую работу, как продлившуюся меньше года. The woman in front of the researchers today. In front of something или somebody, это значит перед кем-то. Researchers это исследователи, учёные. В начале текста использовалось слово scientist, здесь используется синоним, в данном случае это синоним, слово researchers. Автор не хочет часто повторять одни и те же слова. Сегодня женщина перед учёными. However, was lean and vibrant with the toned legs of a runner. However, это тем не менее или однако. Lean, значит стройное. Vibrant, это энергичное, бодрое, полное сил. With the toned legs of a runner. Runner это значит бегун, а toned legs, toned это значит подтянутые, крепкие, спортивные, когда речь идёт о мышцах или о теле. Особенно о женском теле. Toned muscles это значит подтянутые, крепкие, спортивные, но не огромные, не накачанные, не как у бодибилдера мышцы. Поэтому о женщинах обычно говорят, что у них toned muscles, toned body. Например. Her fitness trainer had toned, but not bulky muscles. У её тренера по фитнесу были подтянутые, но не бугристые мышцы. О мужчине можно сказать, что у неё bulky muscles. А вот о женщине мы скорее скажем, что у неё toned muscles. She looked a decade younger than the photos in her chart, and like she could other exercise anyone in the room. She looked a decade younger. Глагол look имеет два основных значения. Это, во-первых, смотреть, во-вторых, выглядеть. Здесь, очевидно, второе значение. Она выглядела на 10 лет моложе, чем фотографии в её деле. Decade это десятилетие. Не путайте со словом декада. По-русски, когда мы говорим декада, мы имеем в виду 10 дней. Первая декада октября – это первые 10 дней октября. А в английском языке decade – это 10 лет. Она выглядела на 10 лет моложе, а не на 10 дней моложе. Then the photos in her chart. Chart – это таблица, схема. В данном случае имеется в виду её личное дело, папка, в которой лежит эта фотография. Она выглядела на 10 лет моложе, чем её фотография в личном деле. And like she could other exercise anyone in the room. Our exercise – это значит превзойти в упражнениях. То есть, если она будет соревноваться с другими в упражнениях, она всех победит. Слова такого рода, они строятся по такой схеме out плюс другое слово. Это значит превзойти кого-то в том, что значит это другое слово. Само слово out, exercise, вряд ли вы найдете в словаре. Приведу примеры. Outrun – run значит бегать, а outrun значит обогнать. Smart или with – smart значит ум или умный. With – это значит хитрость. А outsmart – outwith – значит перехитрить. По такому же принципу автор построил слово our exercise – превзойти в упражнениях. Дальше у нас такое длинное страшное предложение, но если вы смотрели предыдущие выпуски в этой рубрике, вы знаете, что если длинное страшное предложение разбить на несколько частей, оно перестанет быть страшным. Длинным останется, а страшным бить перестанет. Разобьем его на части. Первое. For the past three years. За последние три года. Второе. With funding from the National Institutes of Health. При финансировании от национальных институтов здравоохранения. Дальше. They had poked and prodded Lisa. Они тщательно исследовали Лизу. И четвертая часть. And more than two dozen of other former smokers, chronic overreaders, problem drinkers, obsessive shoppers, and people with other destructive habits. И более двух дюжин других бывших курильщиков, хронических обжор, алкоголиков, шопоголиков и людей с другими пагубными привычками. А теперь давайте все эти части разберем более подробно. For the past three years. For the past three years значит за последние три года. Можно подставить вместо past слово last. Будет то же самое. Past это прошедший, last это последний. Это, конечно, разные слова, но в данном случае разницы никакой нет. With funding from the National Institutes of Health. При финансировании от национальных институтов здравоохранения. Funding это финансирование. Например, I'm trying to get funding for my research. Я пытаюсь найти финансирование для моего исследования. National Institutes of Health это такое государственное учреждение, национальные институты здравоохранения. То есть, при государственной поддержке проводилось это исследование. They had poked and prodded Lisa. Интересное выражение poked and prodded. Слово poke и prod значит тыкать пальцем или предметом. Это, по сути, синонимы. Например, he poked the sleeping dog with a stick and regretted it. Он ткнул спящую собаку палкой и пожалел об этом. He prodded me in the bag to get my attention. Он ткнул меня пальцем в спину, чтобы привлечь внимание. Но, разумеется, здесь это выражение используется в переносном значении. To poke and prod значит тщательно изучать, проверять, особенно, когда речь идёт о медицине. Например, they poked and prodded the athlete but found no trace of doping. Они тщательно проверили спортсмена, но не нашли следов допинга. По-русски мы можем сказать что-то там, например, разложили по полочкам, как-то слишком страшно звучит. Рассмотрели под микроскопом, тщательно проверили, детально изучили, ну, что-то в этом роде. За последние три года при финансировании от национальных институтов здравоохранения они тщательно исследовали Лизу, а дальше перечисляется кого ещё. And more than two dozen и более двух дюжин. Обратите внимание на слово dozen. Дюжин. Dozen используется здесь без окончания s, хотя речь идёт о двух дюжинах. Почему не dozens? Когда говорится о нескольких дюжинах, слово dozen – это и есть форма множественного числа. То есть мы говорим two dozen of eggs, а не two dozens of eggs. Слово dozens существует, но используется по-другому. Например, dozens of people – дюжины людей. И да, ещё такой момент. Если по-русски мы привыкли считать десятками, то есть более двух десятков, а по-английски говорят дюжинами. Более двух дюжин, но при переводе обычно говорят десятки, потому что дюжины, десятки – разница небольшая. Итак, более двух дюжин кого – are the former smokers. Former smokers – это бывшие курильщики. Former – значит бывший. Часто используется слово ex, через чёрточку пишется. Former president, ex-president – одно и то же, бывший президент. Chronic over-eaters – люди, страдающие хроническим перееданием. Chronic – это хронический. Over-eaters – это те, кто over-кушают, то есть люди переедающие. Problem drinkers – алкоголики. Ну, я бы сказал алкоголики, хотя уверен, что в английском по какой-нибудь там медицинской классификации есть алкоголикс, которые алкоголики. А problem drinkers – это проблемные выпивохи. Это люди, которые слишком много пьют. И они, видимо, скорее всего, по-научному, они ещё не алкоголики, не считаются алкоголиками. Но если переводить так очень приблизительно, можно сказать алкоголики. Obsessive shoppers. Shoppers – это покупатели, то есть люди, которые ходят по магазину, что-то покупают – это shoppers. Obsessive – значит одержимый, в переносном смысле. Не одержимый, когда вселился злой дух. Если вселился злой дух, то это possessed. Но я немного отклоняюсь от темы. Obsessive – это значит одержима, страстный, чем-то увлечённый. Obsessive shoppers по-русски можно сказать шопоголики. And people with other destructive habits. Destructive habits – это разрушительные привычки. Или по-русски пагубные привычки. Давайте разберём всё предложение. За последние три года при финансировании от Национальных институтов здравоохранения они тщательно изучили Лизу и более двух десятков, двух дюжин, других бывших курильщиков, обжор, алкоголиков, шопоголиков и людей с другими пагубными привычками. All of the participants had one thing in common. They had remained their lives in relatively short periods of time. Their researchers wanted to understand how. To have something in common – значит иметь что-то общее. Например, the two cities have many things in common. У этих двух городов много общего. All of the participants had one thing in common. Буквально можно сказать, у всех участников было что-то одно общее. Но по-русски мы так не говорим. По-русски мы говорим «всех участников объединяло одно». They had remained their lives in relatively short periods of time. Они переделали свои жизни за относительно короткие промежутки времени. Remake – это переделывать. Глагол remake – make делать, а remake – переделывать. Отсюда и существительное remake, как новая версия фильма, переделка фильма. In relatively short periods of time – это такое довольно нужное употребительное выражение, хотя чаще встречающиеся в письменной речи, в обычной беседе, там, за обедом вряд ли вы такое будете употреблять, за относительно короткие промежутки времени. Но здесь во множественном числе. Приведу пример в единственном. The bridge was built in a relatively short period of time. Мост был построен за относительно короткий промежуток времени. И последнее предложение, самое, наверное, простое во всем тексте. The researchers wanted to understand how. Исследователи хотели понять как. Здесь, думаю, комментировать нечего. На этом мы заканчиваем разбор этого текста. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Напоминаю, на моем сайте есть дополнительные материалы к нему. Это текст, который мы разобрали, слова, которые я выписывал, и тест. Внимательно ли вы посмотрели видео. Если вам понравился выпуск, обязательно поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал, потому что будет еще много интересного. И до встречи в следующий раз.